Всем привет! Вы знаете, изначально другая программа должна была сейчас выйти в эфир, но она выйдет, может быть, сегодня, может быть, завтра, пока не знаю, потому что, ну, произошло то, что произошло, вся страна, к сожалению, сейчас обсуждает вот этот вот анекдот, по-другому я не могу это назвать, ну, или там, донбасские события, которые начались вчера вечером, продолжались всю ночь, нормальные люди все очень правильно поняли и практически сразу. Ненормальные люди в очередной раз ведутся на кремлевские разводки, на разводки пропагандистов. Об этом поговорим сейчас подробнее. Реальная журналистика. Коротко о главном. Поехали! Кому как не знаю, мне, например, все стало более-менее понятно уже через пару-тройку часов. После начала я даже вот такой вот пост разместил у себя в соцсетях. Ребята, учитесь грамотно пилить бюджетное бабло. Ну, давайте попутно, да, взрывается какой-то гнилой уазик. Сразу же после этого раздувается фуфела. Возможно, в начале масштабных боевых действий на нас напали под это дело. В эфире российских СМИ появляется некто, как его фамилия-то, елки-палки, Пушилин, который начинает там нагнетать, да, там, помните, вот это вот. А что можно говорить о том, что началась масштабная война? Да, отвечает этот человек под это дело. Заворачивается сказка. А скорая эвакуация огромного количества людей. Параллельно там выходит новость, что людей будет много. Параллельно появляется еще одна новость, что Путин дал распоряжение помочь этим беженцам финансово по 10 тыр на нас выделить. И тут же выясняется, что беженцев будет не просто много, а очень много, 700 тысяч человек. Вообще не знаю, откуда такая цифра взялась, почему именно 700 тысяч, об этом поговорим ниже. Ну а дальше сами считайте, да. Вы же грамотные, 10 тысяч надо, 700 тысяч беженцев. Вот неплохо кто-то 7 ярдов, да, поимеет. Хотя вот как по мне, повторюсь, вот вся эта история, сказка от первого до последнего слова. Единственное, что там правда, что да, действительно богатые российские пенсионеры, как обычно, да, зашлют на карман какому-то жулику 7 миллиардов рублей, вот и все. С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста. Ну и немного о частности, разоблачать фойкометов начали почти сразу. Вот мои коллеги, которые немного ближе дружат с интернетом, нежели я, тут же обнаружили одну нестыковку, что все вот эти вот заявления, сделанные так называемыми главами ЛНР и ДНР, вот какой-то посчастливой, роковой случайности, были записаны вот двумя днями ранее. То есть не в тот же день, да, не по факту, с сегодняшнего дня, 18 февраля. Это не только наши пропагандисты тупоголовые до сих пор никак не поймут, что 21 век на дворе, да. Это по телевизору невозможно отследить какие-нибудь фейки, да, невозможно понять, дичь тебе показывают или правду. Интернет он все помнит, и в принципе те, кто в этом хоть немного разбираются, они понимают. Любой файл можно отследить вплоть до там мельчайших деталей, до момента, когда кем и где он был создан. Вот ребята сразу обнаружили, ничего себе, два заявления делаются, громких заявлений о том, что война началась. Оказывается, они были записаны двумя днями ранее. Вот это ничего себе, многих заставила эта ситуация задуматься. Далее. Вот вам следующий бонус лично от меня. Обратите внимание вот на эту фотографию, да, это тот самый раскуроченный УАЗик. Вот эта же фотография с другого ракурса, сделанная чуть раньше, да, на ней все тот же УАЗик. Так вам ничего не кажется на этой фотографии странным. Ну тогда давайте я объясню. Дело в том, что информация о взрыве того УАЗика прилетела примерно в 19.00 Москвы. В Донецке минус час, то есть у них было еще 6 часов вечера, то есть взрыв прогремел где-то там в полшестого в шею. Разгар рабочего дня на минуточку, тем более, что все это произошло в центре Донецка, если верить пропагандистам, да, тем более, что все это произошло на парковке у административного здания того ДНР. И вот теперь мы подходим к главному. А мне кажется странным, что на этой парковке других машин нет. То есть там припаркован один только вот этот УАЗик, а других машин поблизости просто нет. Да неужели ж чиновники на трамвае пересели? Вы что, серьезно? Ну, совершенно очевидно, на мой взгляд, да, что машину предусмотрительно отогнали, чтобы вот произвести вот этот вот постановочный взрыв. Равно как и, опять же, вызывает недоумение 6 часов вечера. Люди должны, по идее, ходить по улицам. В таких случаях собирается толпа зевак. Тут нет никого. Вот совершенно никого. Меня керзают смутные сомнения на минуточку. Следующий больной, ну это же, конечно, вот эта вот ситуация с беженцами. Повторюсь, чуть выше уже сказал. 700 тысяч человек, они сказали, будет беженцев. Слушай, простите, мы с вами говорим про Донецк. Мы с вами говорим про Луганск. Где люди живут в условиях боевых действий. С 2014 года, причем в 2014-2015 году, там было все очень-очень горячо. То есть намного круче, чем сейчас. Но даже тогда такие толпы беженцев оттуда, такие толпы людей оттуда не бежали. А тут вдруг взорвался какой-то занюханный УАЗик. И 700 тысяч человек сказали, все, бросаем к чертовой матери свои дома. Бросаем все, что нажито непосильным трудом. Бежим непонятно куда. В какую-то Россию. В какую-то Ростовскую область. Опять же, еще одна нестыковка с этими беженцами. Но все видели эти автобусы, которые их якобы везут. Опять мне присылали просто это зрители и задавались вопросом. Саш, тебе не кажется странным, что автобусы почему-то едут полупустыми. 700 тысяч беженцев они хотят оттуда вывезти. Что на пустых автобусах. Тоже не знаю. Просто констатирую. Да, увиденное, услышанное. Момент номер три. Поразительная спешка. Поразительная быстрота в решении тех или иных вопросов. Опять же, выше сказал Путин молниеносно принимает решение о выплатах 7 миллиардов рублей. Выделение 7 миллиардов рублей на минуточку. Это серьезная сумма. Ее нельзя за 10 минут где-то отыскать, дабы не быть голословным. Вспомните вот эту историю с пенсиями российских пенсионеров с повышением. Когда Путин пообещал, что повысим пенсии на уровень инфляции. То есть не ниже, чем был уровень инфляции в 2021 году. В январе выяснилось, что повысили на меньшую сумму. И потом доповышали по 600 рублей. Месяц почти решался этот вопрос. Месяц вот только недавно. Государственная дума приняла такое решение. Да, вот доплатим, повысим, вот как Путин обещал. С военными пенсионерами. Так вообще только вчера это решение приняли. Там полтора месяца ушло. Хлоп, 10 минут все решили. Момент номер 3. Тоже поразительная быстрота. Как вот развернули там лагеря по приему этих беженцев. Там буквально за пару часов. Нашли какие-то там санатории, профилактории. Где вот этих всех людей разместят. Успели подготовить. Это как? То есть там отдыхали какие-то люди. Их приехали, за 2 часа выселили. Куда? Как? Каким образом? Почему скандалов не случилось? Да. Или допустим, никто не отдыхал. Санаторий был законсервирован на зиму. Ну слушайте, для того, чтобы его расконсервировать. Элементарно. Включить отопление. Ну нужно как минимум сутки подготовки. Мне не верите. Попробуйте он съездить в свой садовый домик. Сейчас зимой протопить. Сколько времени. Да, вам понадобится на то, чтобы он стал теплым. За 2 часа все решили. Ну слушайте, анекдот. Анекдот анекдотский. Ну и со взрывами этими в Луганске взорвался газопровод. Пришла информация там в районе 0 часов. Дальше я уже спать лег, когда проснулась. Оказалось, что был второй взрыв. Потом, оказывается, и третий взрыв там тоже был. Причем вся эта информация разнится. Но с газопроводом там вообще очень интересная история. Во всех каких-то непонятных ситуациях он все время взрывается. В прошлом году он взрывался дважды. Вот этот же Луганский газопровод Дужбы. Причем примерно в том же самом месте. По крайней мере взрывался на бумаге. Зимой об этом писали украинские СМИ, что там произошел взрыв. Летом в июне об этом писали российские СМИ, что там произошел. Что это за газопровод такой, который как только становится горячо, он сразу начинает взрываться. Его никто не охраняет. Что за бред? У меня такое ощущение, что вот эта вот вся история настолько гнилая. Она настолько тухлая. Она просто воняет вот этой гнилью. Она воняет этим фейком. Поэтому, ну, мне кажется, вот того, что я уже рассказал, достаточно. Дальше делайте выводы сами. Кто-то, повторюсь, кто поумнее, все поймет правильно. Ну, а дуракам бесполезно что-то объяснять. Дурак верит в то, что он хочет верить. Вот и все. Реальная журналистика. Коротко о главном. Спасибо, что вы слушали. Пока-пока.